Вот она, мечта каждого первого россиянина – нефть из собственного крана, и жизнь удалась. Вот только эта нефть, а точнее топливо, вещь-то рукотворная, и сделано оно из отходов человеческой жизнедеятельности. Не в наших принципах и не при нашей территории было экономить, но цветные металлы, щедро закапанные и разбросанные, уже сданы в приемные пункты, да и железо уже не валяется. И тем не менее, энергетический потенциал свалок огромен. Топливо, которое вы только что видели, дешевлю в 2,5 раза солярки в 1,7 газа, вырабатывается из автомобильной резины и промасленного мусора. И к нему мы вернемся. А сначала покажем предприятия, смело рискнувшие реализовать революционную технологию. Начиная с 92-го года, наше предприятие развивалось, можно сказать, планомерно, по мере той или иной необходимости. Мы делали экспертизу, мы делали дефектовку, мы потом это же и начали ремонтировать. И то есть уже заказчику выдавали готовый продукт в полном цикле. То есть это положительное заключение и уже готовая отремонтированная техника. Но одна отрасль, она, я бы сказал, неэффективна. Когда человек занимается или предприятие занимается многоотрясливыми действиями, то есть будь это, скажем, изготовление какой-то детали, в итоге ее же ремонтировать, ее же потом продавать и, может быть, что-то еще делать. Мы занимаемся не только экспертизой, мы занимаемся и техническим осмотром автомобильного транспорта. Сейчас мы запустили цех по утилизации резины технических систем. Современные экономические условия демонстрируют то, что успешно работать может только предприятие, реализующее не одно, а несколько направлений производственно-экономической деятельности. И тот, кто это понял раньше, сейчас на коне. Фирма «Подъемник» изначально ставила перед собой именно такие задачи. И на рубеже 15-летия может гордиться. Во-первых, сетью современных, а главное, расширяющихся пунктов по проведению технического осмотра транспортных средств. И заметьте, вот этот один из трех в скором времени сможет претендовать на звание крупнейшего в стране. И это естественным образом поможет автолюбителям ускорить прохождение ТО. И это в кризисный-то год. И к нему мы тоже вернемся. Во-вторых, вопросы промышленной безопасности и экспертной оценки зданий и конструкций. И не надо забывать о том, что 99% сооружений, цехов, кранов и оборудования имеют сроки возведения. И это как минимум 20-30 лет. Сроки, получаемые за гибель и увечья людей, по неосторожности меньше. Но ни то, ни другое руководителю предприятия и его подчиненным не нужно. И эксперты фирмы Подъемник готовы выехать в любое место страны и зарубежья, произвести оценку. И главное, спроектировать работы по реконструкции. Согласовать и одобрить изменения. И провести ремонт. Но как взглянуть вглубь зданий, вглубь металла, каната и троса? Естественно, есть специальное оборудование. Естественно, можно не демонтируя кран, подъемник, горнолыжного комплекса, подвесные мосты, проверить состояние тросов и заменить в случае необходимости. И естественно, сделать это можно на месте. Мощная производственная база позволяет фирме Подъемник реализовать третью задачу – ремонт кранов и подъемных механизмов, а также прицепов и прочей техники. Мировой опыт эксплуатации он и показал, что запас прочности таких устройств – это не срок скоротечного лизинга. 10, 20, да и 40 лет у разумного хозяина служит техника, принося прибыль уже в свой карман, а не кормя банки. Но не все таковыми являются, а фирмоподъемник подчас из небытия восстанавливает первоначальное техническое состояние любой техники. И часто так случается, что сюда привозят только раму и остов крана, и через месяц-два, в самом худшем случае, в зависимости от состояния, получают абсолютно новый кран, либо подъемный механизм. И как грамотно сварить и усилить стрелу, раму, кабину крановщика, заменить все гидрооборудование? И для этого есть и домкраты, и стапеля. Кстати, работают здесь с абсолютно чистым металлом, выдроянным до стального блеска. И для этого есть самый мощный в городе пескоструйный агрегат, мобильной комплектации. Естественно, имея такой, можно избежать необходимости часами вручную зачищать металл. Этот пескоструй за 5 минут способен очистить до 3-5 квадратов ржавой, либо крашенной, либо шпатлеванной поверхности. И это полностью снимает вопросы дальнейшей коррозии любых агрегатов. Будь это короба вентиляторов, будь это рамы и кузова автомобилей. То есть к вопросу ремонта здесь подходят и с чистой совестью, в том числе. Естественно, всех беспокоит вопрос цены и сроки. И с целью снижения оных фирмой подъемника реализовано четвертое направление. Собственная производственная база по изготовлению гидравлических шлангов высокого давления и канатного крепежа. Сегодня не надо ломать голову в поисках оригинальных рукавов высокого давления. Просто можно представить техусловия, метраж, резьбу и диаметр, и вам изготовят на любые агрегаты от гидроусилителей и автоматов иномарок до многотонных домкратов, рукава любой сложности. Теперь про то, чем мы поднимаем грузы. Человеческий фактор разгильдяйства, к сожалению, не отключить. И часто крепежи и обвязки находятся еще и под воздействием крайне неблагоприятных погодных условий. А учитывая, что они изготовлены из прочной углеродистой стали, то они подвергаются достаточно быстрой коррозии. И, естественно, в запущенном состоянии могут порваться в любой момент. Последствия могут быть самыми драматичными. Ферма-подъемник имеет собственное оборудование для проведения нагрузочных испытаний и сама изготавливает стропы и крепежи любой сложности. Либо это витая оплетка, либо это обжим стальным хомутом 60-тонным прессом. Причем изготавливается крепеж из тросов любого диаметра. Мощное развитие электроники сегодня уже давно не новость. И сегодня любой агрегат, любая производственная площадь просто обязана иметь системы контроля, оповещения и блокировки опасных для жизнедеятельности человека-объектов. И это пятая составляющая деятельности фермы-подъемник. Умная электроника, установленная руками специалистов этой фирмы, не позволит крановщику, например, работать на неровной, нетвердой поверхности, не позволит превысить предельно допустимые нагрузки, как и работать в ветреную погоду. И это оборудование устанавливается и на краны, которым и по 20, и по 30 лет. Мостовые краны и подъемное оборудование. Но это не только краны, это любое производство. А теперь мы вернемся к тому, с чего мы начали. С конечного продукта жизнедеятельности человека, который конечным теперь уже не является. Переработка мусора. Это проблема любого предприятия. Утилизация резинотехнических отходов. Сжечь и закопать их нельзя, за это крупные штрафы предусмотрены. И в вашем бюджете должны быть изначально заложены суммы на утилизацию данной продукции. А завод по переработке резины есть. Вот он, в городе Магнитогорске. Здесь принимают все, что может гореть. Но не должно. Колеса, шланги гидроагрегатов, транспортерные ленты, любая резина, промасленная ветошь, спецовки, рукавицы, комбинезоны ОЗК, химические реагенты ликвидации разливов нефти. В общем, то, что отравляет нашу землю, может и должно быть переработано. Здесь, в промышленном центре Урала. Это замкнутое производство. А вот на выходе получаем металл и такой необходимый и перспективный к дальнейшей переработке углерод. Газообразное топливо на собственные нужды. И главное, дешевое жидкое топливо. Способное обогреть любое помещение, и школы, и больницы, и коттеджные поселки. В блочных котельных, например. Блочные мобильные котельные – это новая революция, которая свершилась тихо и незаметно в теплоэнергетике. Такая, и далеко не первая на Урале, недавно была подключена к расширяющимся пункту технического обслуживания фирмы «Подъемник». Что на выезде из города в сторону озера Соленое. Блочная котельная рассчитана на использование дешевого топлива, способна отопить несколько тысяч квадратных метров. Это продукт совместного творчества предприятия «Тегма» из Октябрьска и фирмы «Подъемник». С вот этой чудо-техникой мы отходим от понятия привязанности газовой трубе. Так получается? Да, это альтернативный вид топлива, который сегодня позволяет топить те объекты, которые находятся вне газовой трубы. Где трудно провести газ, где он может быть еще недорогой. Сегодня есть то топливо, которое используется без проводки какого-то трубопровода. Фирма «Подъемник» изготовила, точнее спроектировала горелку под собственный вид топлива. Ну, так бывает иногда, что, ну, закончилось топливо, и необходимо на пару дней перехватиться, ну, солярочкой, допустим, или мазутиком. Это возможно? Да, она очень модифицированная горелка, уникальная, да. Именно как раз на солярке, которая более доступна, например. Ну, мазут, он немножко сложнее, его надо еще подогревать зимой. И в том, даже, плане, что она может работать на этих трех видах топлива. Ну, при идее, да, она и на газе может быть и работать, так, по сути своей. Но раз мы говорим, что газ в данном случае недоступен, то она работает вот на трех видах топлива. Это мазут, солярка и печное топливо, данное топливо. Давайте еще одну иллюзию развеем. Люди, которые ставят газовые котлы, должны знать, что рано или поздно теплообменники у них сгорят, потому что из тонкой медиа сделаны. Это оборудование сколько прослужит? Ну, у нас, значит, эволюционный срок 10 лет. Вот есть аналоги, которые, вот мы расставили котлы, включая, значит, дизельные, уже в пределах 15 лет работают. Поэтому сделаны они из российского металла, хорошей стали, ну, сварной вариант, с нормальной толщины. Я думаю, что, не думаю, а уверен, что они работают будут в пределах 15 и даже 20 лет. Россия – это страна с колоссальными энергозапасами. И если вы думаете, что речь идет о нефти и газе, то вы не правы. На самой большой территории в мире растут леса и травы, и это тоже топливо, которое разумно использовать надо. Мы выиграли и Первую, и Вторую мировую, и без разведанных источников нефти и газа. Германия вообще в те войны воевала на угле. Вот только разум включают не всем. Октябрьск. Город на границе Башкортостана и Татарстана, республик более известных нам как Башкирия и Татария, стал кузницей светлых умов. И в этом есть историческая уникальность. Город, ранее сидевший, как и Севера и Эмираты, на нефтяной игле, не разорился и не прекратил существование, когда нефть-то и кончилась. Опытнейший инженерный корпус не растерялся. И мгновенно перестроившись, начал дело новое, ранее не освоенное. Теперь это малая теплоэнергетика. Предприятие Тегма сегодня решает задачи и решает задачи малой крови, если вспомнить колоссальные затраты на строительство мощных тепловых станций и котельных. Блочные котельные и котлы сегодня снимают с хозяйственников головной боль с отоплением. Нет необходимости завкладывать грандиозные фундаменты. Достаточно простой ровной поверхности. И ваша школа, детский садик, производство и целый поселок будут снабжены теплом и горячей водой. И нет совершенно никакой необходимости даже в газовой магистрали. Разработанные котлы и горелки и системы автоматики позволяют работать этим котельным на любых видах топлива, будь это мазут, солярка, дрова и сжигаемый мусор. А учитывая то, что на рынке появился дешевый аналог мазута и солярки, вопросы отопления решаются на раз, заказ, два, изготовление и три, доставка и подключение. На сегодняшний момент вы уже знаете то, что мы перерабатываем, утилизируем резино-технические изделия, в том числе и покрышки. С него получается так называемое печное топливо. Мы совместно давно уже работаем с фирмой ТЭГМА, генеральный директор Захаров Михаил Николаевич. И мы этот вопрос уже давно прорабатывали. То есть на основании нашего топлива они разработали давно конструкцию, котел. Что сегодня мы видим, мы его запустили, опробовали. И поэтому я думаю, что это экономически выгодно как и нам, так и им. То есть они расширяют производство, мы переходим на малую энергетику. То есть обусоблено, то есть эти котельные могут быть и небольшие, как по мощностям, то есть от маленькой до большой. Поэтому я считаю, это направление правильное на сегодняшний момент. В каждом выпуске новостей перед зимой, естественно, у нас взрываются котельные, лопаются коммуникации. Может ли малая энергетика обогреть большую страну? Ну а почему нет? Потому что на сегодняшний момент, что малая энергетика, я не знаю, наши, можно сказать, бюрократы, да, или те люди, которые не хотят перестраиваться, они мешают малой энергетике. Весь мир практически работает на малой энергетике. И она довольно-таки эффективна в экономике. Мы научились не только делать малую энергетику, мы делаем еще и страну чище. Люди подчас не понимают, куда девать эти ужасные свалки, старые резины. Куда их сейчас девать? На сегодняшний момент наша организация, фирма Подъемник, она утилизирует эту резину, да, вот мы превращаем вторичное сырье, и потом оно идет в производство, то же самое вторичное сырье. То есть, как таковые свалки, они и в городе, вы, наверное, заметили, что резина уже, уже в каждом углу не валяется резина. Она прибирается, она потихоньку, постепенно утилизируется. Но на это, конечно, нужно время. Естественно, автомобиль бизнес вечный. Естественно, в автомобиле будет кончаться резина. Естественно, на выходе годного у вас всегда будет это замечательное топливо? Я так думаю, что да, потому что на самом деле транспорта достаточно много, резино-технические изделия. Это не только покрышки, это и рукава высокого давления, которые вышли уже из строя, да, отработали свой срок. Это и просто резиновые коврики. То есть, это все перерабатывается элементарно и приводится вот в вторичное сырье. Человек посмотрел наш сюжет, захотел, во-первых, утилизировать свою резину, купить замечательный котел, ну и, естественно, пользоваться вашим топливом. Но у него нет транспорта, можем ли мы помочь? В обязательном порядке. То есть, мы это топливо можем доставить в любую точку России. Без проблем.